Всё прекрасно сделано, очень быстро, очень оперативно. С учётом, что поликлиника функционирует и ведёт с приёма, включая субботу и воскресенье, всё-таки как бы подстраивались все бригады, как мы просили. Заведующая детской поликлиникой номер один Марина Магомедова показывает гостям благоустроенную территорию, которая давно нуждалась в ремонте. Твёрдое покрытие здесь не менялось пару десятков лет, а площадка рядом с крыльцом превратилась в самовольную парковку. В эту поликлинику мы часто ходим с ребёнком с детства, и вот это место было самое, по-моему, ужасное и неудобное. Тут и кони, и люди, так скажем, смешались. То есть, едут с колясками, и машины паркуются, выезжают, и все на этом пятачке по этой разбитой дороге. Конечно, давно пора это было сделать. Благоустройство этой территории проводится в рамках соглашения, подписанного в феврале этого года между администрацией Балаковского района и компанией Фосагра. Тогда химики направили на создание комфортной среды в Балакове очередные 100 миллионов рублей. А в целом, за последнее время Фосагра выделила по соглашению 470 миллионов. Основные работы уже выполнены, и теперь вокруг поликлиники не только красиво, но и безопасно. Нам было очень неприятно, когда из территории использовалась как стоянка для личного транспорта. Ну да. В ночное время. И дети, когда выходили из поликлиники, попадали прямо под колюсы иногда машин. Ну, не то, что попадали. Ну, всё верно, всё верно. А сейчас это просто пешеходная зона. В ближайшее время здесь будут установлены знаки, которые укажут водителям, с какой стороны можно въезжать на парковку и выезжать с неё. Также оборудуют места для автомобилей родителей детей-инвалидов. Основной вход находится с лицевой стороны. Да, там по большей части передвигаются у нас люди с детьми, с колясками. То есть лишняя техника там – это травмирование, риски. Всё делается для удобства, для удобства людей. Ну, понимаю, некоторые, может быть, хотят непосредственно крыльцу подъезжать на машине, но, скажем так, это не совсем правильно, не совсем верно. Другим это создаёт неудобства. Ещё один знак преображения – молодые клёны, которые будут расти на перегонке с пациентами детской амбулатории. Совсем скоро рядом с деревьями поставят и лавочки. А ещё оборудуют крытую колясочную на 10-15 мест. По словам Марины Магомедовой, места на этой стоянке хватит на всех. Обновлённая территория станет отличным подарком к дню рождения первой детской поликлиники. В этом году ей исполняется полвека.